Всем привет! Каждый день команда «Универ Ньюз» готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. 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 Диана Шилова, и мы начинаем. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. В эфире я, Диана Шилова, и мы начинаем. На самом высоком, по-настоящему, международном уровне стало возможным и решение о проведении зимней, первой в России зимней универсиады в городе Красноярске. Примечательно, что гимн зимней универсиады 2019, который прозвучит в городах Приволжского округа, исполнила студентка Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета Ирина Назарова. Ожидается, что именно она исполнит этот гимн на открытии зимней универсиады 2019. Впереди еще два десятка городов России, ну а финиш прямо накануне открытия универсиады, 1 марта в Красноярске. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. В IT-парке открылся хакатон по разработке финансовых сервисов. В нем участвуют молодых специалистов с Татарстана. Как они будут участвовать в создании сервисов для банка, расскажем в нашем сюжете. В IT-парке стартовал открытый хакатон по разработке финансовых сервисов. Мероприятие проводится Акбарсбанком. Экспертизу работ проводим вместе, конечно же, с заказчиком задач, но и с представителями ведущих наших университетов, это Казанский федеральный университет, университет Иннополис, и команды представлены в большей части именно этими университетами. Опять-таки, преподаватели, эксперты отмечают, что такая практика очень важна для ребят. Здесь практическая возможность ребятам применить все эти знания и компетенции, которые они получают в ВУЗе. Участники решали реальные задачи. Разработка продуктов для предоставления цифровых услуг, умный помощник, распознавание на видео фальсификации программы, распознавание цифр на банковской карте и предсказание загрузки контакт-центра. Это возможность студентам, в том числе уже не только студентам, уже работающим молодым специалистам, попробовать решить конкретные практические задачи одной из компаний Татарстана. Акбарсбанк согласился стать тем, кто выставляет задачи, кейсы. Было предоставлено пять кейсов, они все реальные. То есть это все эти задачи, которые на сегодняшний день решает компания. В Айтих и Катоне участвуют команды из различных татарстанских университетов, в том числе и КФУ, московских вузов, компаний Сбербанк и ICL. Призовой фонд составляет 350 тысяч рублей. Также участники могут получить стажировку в Акбарсбанке. Наступило время, когда сам пользователь делает то, чем будет пользоваться. И как раз одна из наших людей в рамках этого хатона, что вы сами сделаете эти сервисы, которыми потом будут пользоваться люди, а вы сами и есть пользователи. Мероприятие продлится до 11 ноября. В этот день будут подведены итоги работы команд. В экспертную комиссию заявлены представители Акбарсбанка, Университета талантов Казанского федерального университета и многих других. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюс. Фестиваль Дружбы Народов, приуроченный ко Дню Народного Единства, празднуется в Елаборском институте КФУ ежегодно. Студенты ждут и усердно готовятся к этому празднику, потому что он сплочает представителей разных национальностей, дает возможность лучше узнать другие народы. О том, как прошло мероприятие в этом году, смотри далее. Фестиваль Дружбы Народов, приуроченный ко Дню Народного Единства, отпраздновали в Елаборском институте КФУ. Частью праздничной программы стала выставка национальных блюд, где любой желающий мог насладиться разнообразием кулинарных изысков. Русские пельмени, удмуртские пироги, узбекский плов и восточные сладости. К этому дню мы готовились очень долго. Мы сегодня приготовили, как вы видите, узбекские блюда – лагман, плов и самца. Я представляю удмуртскую диаспору. Мы сегодня к этому празднику готовились очень уже давно. Мы начали с музыкального номера. Мы сегодня танцуем удмуртский танец, танец девушки. Этот танец обычно танцуется на свадьбах. И мы сегодня его тоже танцуем. На сцене актового зала института ярким полотном развернулось представление, участники которого совершили путешествия по разным странам и республикам. Студенты представляли свои национальные танцы, рассказывали об особенностях культуры своего народа. Подобные фестивали – это очень важная часть нашей общественной и студенческой жизни, потому что они сближают нас с такими же ребятами просто из других стран и из других республик. Это настоящая поздравительная открытка, настоящий праздничный концерт, который подарили нам наши студенты, приехавшие из семи государств. Искренние улыбки, горящие глаза и громкий аплодисмент артистам – все это говорило о том, что долгожданный праздник вновь погрузил всех в атмосферу дружбы и единства, которые, несмотря на все языковые барьеры и разность мировоззрения, остаются самой важной частью студенческой жизни института. Диана Шилова, Камиля Юрикова, Эйдар Нурмиев, Универы Ньюс. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok